Желто-зеленое майское поле – это не просто пригожа, это так званый полосный способ выращивания травяных кормов. При такой технологии их можно убирать уже зараз, причем средняя уроджайность, случайно, превышает 250 сантиметров с гектара. Нельзя сказать, что для Беларуси это совсем уже новая технология, но именно в Гомской области широкого распоседжения она покольнее тримала, и есть с тутностью тем, что на одном поле одночасово выращиваются разные культуры. В данном случае свирепится и жито. Доброе уроджай, такое исполучение, да и на песчаных хлебах. Але, что еще больше важно, свежие кормы можно отримать при любом надворе, но в селяхим разе засуха им не погружаем. Это посеяно возимый посев, используется влага, которая была с зимы, и она дает возможность сформировать хороший урожай. Если хотим производить рентабельную продукцию животноводческую, мы не можем забывать про производство высококачественных кормов из трав. Ни для кого не сокрыт основные доходы сега спортприемства от живелогадовли, минавитот гэты гадены залежить добробытвия скоуцов. Больше молока, больше выручка в темнику валютная. Разум с тем, минулый год показал, у некоторых господарках с наявностью кормов были значные проблемы. У темнику по причине их нефиктивного заховывания. Удельникам республиканских семинара по нарисованию травяных кормов я еще раз спробують, доказать. Сегодня необходимо больше широкого крестовывать полимерные материалы. В траншеи, конечно, больше аэропотер, чем строить пленку. Строить пленку, это, по сути дела, кормящего частями взял рулон, скормил и пошел дальше. И он законсервирован и соблюдает те качества, которые присущи. У Минсегаскар сейчас подяются, что сучасные технологии вырошивания, нарихтовки и заховывания травяных кормов знадить больше широкое распосуджение. Примушать с допомогой администрационных мер, кажуть, не будет никого. Але, коли керавник господарки, може лечить гроши и соправды клопотиться об своих работниках, и он преме правильное решение. Заставлять никого не нужно. Сами председатели, хозяйственники должны это понимать и сами внедрять. Приходить, спрашивать, если кому-то что-то непонятно, и внедрять. Сегодня вводу в рацион данного корма животным позволяет получить дополнительно до 20% молока. То есть 1,5-2 литра молока в день прироста. А это наши деньги, наше богатство.